Пандемия, РСП и почему так много олени? История на реальных событиях, друзья, любые сходства и все остальное, конечно же, это больная фантазия автора. Эндокринолог, врач, хороший, нормальный, высокий, подкачанный. Часть 2 у нас сегодня его жизненные истории. Кредо заключается в том, что он просто находится в шоке. Он взял когда-то юную, молодую, сочную, спелую, умелую девицу, на дне города они познакомились, пересмотрите первую часть. И он к ней подошел, говорит, ну что ты, ягуар пьешь? Она говорит, а я еще курю и закурила. По-моему, это этот молодой человек. И он ее взял, взял в свою семью, потомственных врачей, люди ученые, хорошие, образованные. Они ему говорили, ты посмотри, что ты творишь, дурень. Мы же жизнь прожили, мы лучше знаем. Но, конечно, любые дети, они должны набить шишки сами. Набил, вот набил. К слову, кто не смотрел первую часть, я вам скажу так. Парень ее берет в жены, она ему раз изменила и сказала, я больше так не буду, прости, пожалуйста. Он говорит, ну ладно, конечно, один раз, как говорится, не. И, естественно, дал ей второй шанс. И потом заметил, что что-то то-то, то затяжки с работы, то что-то как-то то-то сё. У них один ребеночек, да. И потом, в конечном счете, да, он понял, что у нее есть другой. И вот ему, ребятки, кое-что насоветовали. Но что именно насоветовали? Смотрите от самого начала и до самого конца, ребята. В конце просто, сука, трэш. Просто трэш. И не забывайте, что в первом выпуске он сказал, у меня в мыслях крутится, что все бросить нахрен. Пойти кредитнуться и взять ей джили ту гелу. Эта машина стоит очень, ребята, дорого. Он хочет в кредит ее взять, чтобы жену задержать дома. Чтобы сказать, ты видишь, какой я мужик. Ты видишь, какой я молодец. Я тебя люблю настолько, что готов тебя простить и купить тебе машину в кредит. Да. Это, ребята, просто жесть. Сука. Слушайте. Подумайте, ребята, мои хорошие, над курсами, потому что эта тема неплохая. Вы же видите, сколько ВБ-зонов открывается и всего такого. Мы долго, ребята, шли. Мы долго шли и нашли, в конце концов, формулу, по которой сломали алгоритм ВБ, ребята. И ей мы с вами поделимся на наших курсах. Парам-пам-пам, друзья. Естественно, у нас посылочка сегодня уходит. А уходит она Владимиру Владимировичу. Знаете, куда? Вы не представляете. Даже в город Химки. Смотрите, вот такая вот объемная посылочка. Здесь очень крупный феромон. Это самый крупный феромон из всех крупных. Таких всего 72 штуки было. И они редко кому выпадают. Большинство лежит до сих пор. Вот такая вот посылка. Здесь парфюмерия по индивидуальному дизайну человека с содержанием феромонов. То есть по вашей дате рождения, вот здесь по номеру WhatsApp, мы подбираем какие-то ароматы конкретные. Ребята, читайте WhatsApp, читайте. Где-то вот здесь прикрепим. Там такие отзывы приходят слабонервным, 18+, беременным. Не заходить, не читать это. Это просто, ребята, это просто бомба. Не читайте, кто очень слабонервный. Там всякие люди вот эти вот подвержены. Особенно последний отзыв. Пробуйте. Жизнь одна. Вы видите, как люди берут пачками и скупают. Тем более сейчас весна. Вон парень из Крыма говорит, уже все раздеваются. Девочки красивенькие ходят. Все такие как куколки просто. Поэтому не сиди, не грусти, как вот этот человек наш, эндокринолог. Он очень грустит, ребята. Ну, давайте послушаем, что он нам расскажет. Друзья, короче, вы все помните историю. Вы все примерно помните, что там было. Суть истории в том, что парень хочет для того, чтобы девушка не уходила из семьи. Да, у него ребенок, дочь, по-моему. Не хочет, чтобы жена уходила. А жена ему честно сказала, так и так. Я влюблена в другого. У нас там 4 месяца или сколько уже с ним роман. У мужика тоже там двое детей. Он тоже семейный, да. Мы как бы договорились, что какой-то будет определенный момент. И мы заявим своим там. Тот жене своей скажет. Торжественный момент. Купит торт. Придет, скажет. Дорогая, любимая, двое моих детей. И я нашел другую. Я ухожу. И скажет. Есть. Наконец-то это свершилось, да. А она, соответственно, купит мужу, да, эротический костюм. Разденется и скажет. Вуаля, давай, последний разок, айдай сюда. А он такой, нет. Я тебе машину куплю, да. Феерическая у него идея была купить машину. Конечно, он почитал комментарии. Он говорит, такой хороший комментарий. Вот там вот самый верхний парень написал. Говорит, обязательно съезди, посмотри на такую чудесную страну, как Филиппины. И найди, говорит, себе филипинку. Это самые лучшие жены. Они, ну, знаете, там, да, на Филиппинке, они там признаны самыми покладистыми. Это вот как хорошая собака, которую гладишь, там, бьешь. Она тебя все равно любит, да. Есть такая порода собака, как Хаски, там, или как. Там, чего бы ты нет, она на тебя преданно смотрит. Вот, короче, Филипинки относятся к таким женам, да. Ребят, на самом деле, да, свершилось очень непонятное деяние. На днях она пришла и говорит, все, мы расстались с тем мужчиной. И упала просто в ноги. Слезы крокодили льются. Говорит, я все, я не буду больше изменять. Я буду тебе верная и буду только с тобой. Он говорит, ну, я вообще, я говорю, а что случилось? Она говорит, ну, видимо, на него, говорит, жена надавила. Но вообще я в целом сама поняла, что нужно с ним рвать. И порвала сама с ним первое. Он говорит, я, естественно, в этот, не поверил. Говорит, и выследил мужика через знакомых, да. Ну, подъехал там к нему, короче. Ты, ты, да, там, ну, так получилось, так сложилось, да, там. Извини, братан, да, мы с ней расстались. А по чьей инициативе? Он говорит, ну, я ей сказал, что все, хватит. Я понял, что это как бы несерьезно. Я понял, что это плохо, да. И пока армия бьет, у меня, говорит, там, что-то на ногах вены, там, заболели, там. Начал обследоваться. А сказали, все, из-за грехопадения у тебя такое случилось, доктор говорит. Так что сильно не греши. Он, я, говорит, сразу понял, что у меня семья, двое детей. Короче, братан, люби жену, все будет нормально. Он, ну, он так с ней пообщался с мужиком, говорит, ну, так вообще ничего, что жена? Да нормально, говорит, ну, типа, мед, нормально. Ну, все, по рукам, короче, разошлись. Он говорит, у меня сразу, вроде бы, с одной стороны воодушевление, что, ну, все, как бы, любовника нет, да. Все хорошо, жена хорошая, спелая, умелая, да. Еще ее похвалили то, что, ну, хорошо. Хорошо, и, в общем-то, все, жизнь удалась. Даже ту гелу не надо покупать, даже, как бы, все, и встал на свои места. С другой стороны, во мне обида какая-то, да. Зачем я должен сейчас, можно сказать, как побитая собака, идти домой и говорить, ну, ладно, ты там погуляла? Хорошо, хрен с тобой, да. И вот он говорит, я стою опять на распутье, ребята. Он говорит, я не знаю, что делать. Ну, что, рвать с ней отношения? Ну, вроде семья. Вроде, как бы, ну, ошиблась второй раз. Первая измена у него была, да, когда еще в молодости она там сопливая, там, да, когда он ее там подобрал где-то там на площади, там, не знаю, трех вокзалов, где там День города отмечают. Вот, с Ягуаром, да, с Сигами, он, говорит, я из него человека пытался всю жизнь сделать, да, вот, видимо, плохо получилось. Говорит, ну, что, выгонять ее? Тогда была измена, сейчас вот вторая. Ну, между этим, да, большой разрыв. Тогда еще ребенка не было, молодая, а сейчас что-то вот она, говорит, она, говорит, это мистика, она, говорит, это мистика. Она, говорит, меня просто что-то нашло, и я, говорит, просто вот с этим мужиком как-то связался. Мужик такой невзрачный, не знаю, говорит, ну, такой, говорит, похож на Алабая, лохматый какой-то. В целом, посоветуйте, что ему делать, да. Ну, он, говорит, Дим, 90%, наверное, я ее прощу, потому что я очень эмоционально неустойчив, не знаю, как ей сказать, что мы разводимся, куда уходить, куда я уйду, куда она уйдет, ребенок вроде. Ну, наверное, если третий раз будет, то, наверное, это, как говорится, Бог любит троицу. Я не знаю, я с позиции автора, конечно, я не могу залезть в его шкуру, но откуда я знаю, вдруг он сейчас ему скажет, все, расставайся, он пойдет реально, шагнет откуда-нибудь там, да. Поэтому, ну, пусть, наверное, поживет, ну, как-то вот так вот. Напишите, ребят, напишите, ну, что бы вы на его месте сделали. Ну, вот, она, говорит, ну, второй раз вот измена была, семь или восемь лет, между первой изменой и второй прошло, вот. Ну, еще никто не знает, а что в этом промежутке было, отрезки, как бы, отрезки, да, никто не знает, да. Ну, не будем строить предположения, да. Напишите, мои хорошие, что делать, что бы вы сделали, да, и правильно ли он поступает. Или все-таки он как, ну, как недомужик, недомужик, такое страшное слово. Все, поплакали, порыдали, обняли человека, ладно, ребята, все мы братья, ну, что такое, ну, вот, ладно, любовь, черт, любовь. Сейчас таких, знаете, сколько историй, присылайте на мою почту истории, да, будем потихонечку выкладывать, да, иногда, когда выскажешься, может, и легче так жить, да. Не будем осуждать человека, да, советуем, да, любовь, ничего страшного не произошло, ну, как бы, вроде бы и произошло, вроде бы и не произошло, тут можно долго мусолить, да. Посмотрим, может, сейчас опять тот мужик появится, я не исключаю, она ему скажет, все, давай, пока. Тот из семьи ушел, и ты такой опять, блин, что, снова, что ли, сука, я только на нормальный лад настроился, еще 10 лет пройдет, и лучшие годы потерял, такой, блин, идиотный. Такое же тоже бывает, сука. Вот, ну, допустим, такого не будет, да, поэтому будем держать связь на связи. Лайк, подписка, до скорых встреч, всем пока.